– До боя Федора Емельяненко какого развития событий вы ожидали? – 60 на 40 ставил на победу Федора, думал, что Челсу будет поконкурентнее, потому что он бился за поезд UFC 84 кг и 93 кг, и плюс он больный, с хорошим контролем, мощным, но все-таки ждал от него большего. Я очень приятно удивлен Федора, когда он так жестко его добивал, это напомнило Федора времен Фрайда, последнего императора. То есть не бой с Мальдонадо, а именно тот самый Федор, который готов, который в форме. – Американец чем-нибудь удивил или разочаровал? – Нет, он не разочаровался, потому что Федор был действительно хорош. Но и не удивил, что он известен, но он не знает, что он будет делать, а как он будет это делать. В принципе, как боец он не развивается. На пике своей карьеры искусственным бойцом, типичный борец, вольный, с хорошим проходом, с хорошим контролем. – А вот по этим парам моментов было страшно за Федора, когда Федора что-то начало получаться? – Да. – Наверное, в одном моменте не то, что страшно, а он его законтролировал, когда переживал. – Спину захватил? – Нет. – Он не заправил ночь, и я знал, что Федору скинет. А Федору не пришлось это сделать, потому что он сам. Я знаю прием, который он хотел сделать, но за счет того, что уже были скользкие, и прием сам не очень простой, поэтому он не получился, если он отстирал позицию. Вот до этого он его контролировал, был более опасный момент, когда Федор ушел потом мостом в итоге. Федор был очень спокойный, он четко понимал, что он делает, поэтому я потом так расслабился. Это, наверное, единственный шанс для Федора Шонтана. – Как вы оцениваете шансы Емельяненко в поединке с Бейдером? – Это будет тяжелее, потому что кабариты будут равны, как минимум, если Бейдер не больше даже, потому что он хочет сидеть и учить по 93 кг, но очень большой. Я считаю, что и его уровень борьбы сильнее. Мы видим побои с Матреоном, он его просто не понял, просто убрал. В принципе, он более универсальный, чем Сона, и он более активен, чем Сона. – Как Федору надо действовать против Бейдера? – Очень много двигателей. Потому что перевод в бою с Бейдером будет гораздо более опасным, нежели с Сона. Я думаю, что когда спортсмен такого уровня, как Бейдер, переведет, будем надеяться, что Федор не переведет. Но если перевод получается, то очень тяжело категорически. В разы будет тяжелее, чем Сона. Это надо объективно оценивать. Потому что было видно, насколько меньше у Сона. Насколько Федор превосходил его в габаритах и физической мощи. Хотя Федор не самый большой тяж. Но он в разы выступал, но с Бейдером такого не будет. Бейдер очень большой и это было элементарно на его фейс-то-фейс после боя. Когда Бейдер вышел в клетку и они встали напротив друг друга. В принципе, на боль Бейдер выйдет такие возможности. Это будет тяжело. Я думаю, что надо очень долго двигаться, расстреливать его с дистанции, а Бейдер будет сразу идти вперед и пытаться прижать его в сетке. То есть, в принципе, то, что он делает с Матреоном. Я не верю, что Бейдер может уронить Феде, но то, что он его может залежать, законтролировать – это да. В свою очередь, Федор может его уронить. – В этом же вечере Шельменко проиграл Толкового. Насколько результат был ожидаем? – Отвратительный бой. В плане того, что не самовугл. Я его рассматриваю с двух сторон. Как любитель единобор – прекрасный бой. Прекрасное противостояние двух прекрасных спортсменов. Как представителя Российской Федерации – это ужасный бой. Я даже выкладывал сегодня пост в Инстаграм и написал об этом строчку. Я не понимаю вообще смысл проведения этого боя в Америке на американской площадке для американской публики. Это равносильно тому, что я боец в Лиге М1 и в Москве условно говоря провели бы бой двух итальянцев. Это неинтересно публике. Я думаю, что в Нью-Йорке не самый интересный бой Анатолий Токов. Анатолий Токов – прекрасный атлет, но он не медийная личность, не скандальная личность. В принципе, фанаты «Беллатера» его еще не знают. Анатолий Токов – классно для его команды. Александр уступил. Мне досадно от этого, потому что это уже третий посетинок к ряду. Сначала был Мукати, потом это нелепое и случайное заражение на М1. Мы бились в одном карте. Через бой бился Александр. Вся арена была в Челябинске. Мы все замолчали, когда это получилось. Сейчас Анатолий Токов. Александр – дух, воля к победе. Его характер – это пример. Это все любят и ценят. Анатолий сделал все здорово, отличный геймплан. Он сработал и выиграл. Для меня, еще раз повторюсь, для представителей Федерации это просто обратительный бой. Я понимаю, когда в Лиге М1 и Сибифа встречаются люди, представители России. Это нормально. Беремся у себя дома в своей Лиге. У нас своя конкуренция. Так же, как американцы берутся в ЮСи и Азиаты, как Азиаты берутся в Ан-Эси между собой. Но бой двух россиян в Нью-Йорке, для меня это правда. – Для российских болельщиков, если от них отталкиваться, это хорошо. Им интереснее бой двух россиян, чем бой россиянина и кого-то еще. – Я думаю, в разы было бы интереснее. Это бой, о котором очень много говорили и очень сильно ждали. Это было бы бомба. А все-таки Слименко толков нет. Я не думаю, что в России очень ждали этот бой. Я, как человек из мира единоборства, его не ждал и вообще не хотел бы. Я даже не могу представить, что такой бой могут сделать в Нью-Йорке. – Шельменко проиграл три боя подряд. На прежний уровень он еще вернется? – Однозначно. Он не потерял уровень. Мы же видим, да? Пускай хорошо. Может быть, поражение Тильве в М1 было где-то случайное, спонтанное. Может быть, имело место недооценки соперника. Я не знаю. Не могу знать, что могу только гадать. Но мы видели Слименко в том бою, я лично видел, я там был. Мы видели Слименко в бою с Мултати или с Токовым, когда накал страстей другой, а фонент другой, то есть высочайшего уровня. Первое, что я сказал после этого боя, если бы Слименко вышел драться так, как сейчас он дрался с Анатолием против Сильвы, он бы отправил Сильву в госпиталь. Но уже есть как есть. Но мы видим, что в боях в Сен-Кумусате и сейчас Слименко не теряет свой уровень. Он все остырно идет вперед, агрессивно, жестко атакует постоянно. У него свой стиль, своя манера. И он точно ни в чем не потерялся. – А что можно сказать про Толкову? Какие у него перспективы? – Перспективы прекрасно. Он сейчас выиграл одного из лучших средневеков мира. 30-27 дали судьи единогласным решением. Он летит в рейтингах и благодаря победе над Александром его знают. Анатолия знали на внутреннем рынке, то есть в России. А сейчас его узнают и фанаты Шлименко. Это любители ММА со всего мира. Александр – это научный авторитет, большая фигура. – Анатолия. Его перспективы редко возрастут. Я уверен, что сейчас его узнаваемость и популярность в самом «Делаторе» не увеличилось. Насколько там гремело и гремит имя Шлименко, а сейчас тот Толков, который… – За буквально две недели прошли поединки Шлименко и Норгомомедова. Чем сейчас будет жить мир смешанных единоборств? Ожиданием какого боя? – Что у нас там впереди интересное? – Джон Джонсон возвращается к Кормье. – Наверное, Джонс Густерсон. Кормье Льюис для меня очень интересен. Я думаю, что Кормье – это класс. Кормье – это максимально дисциплинированный боец с высоким уровнем бойцовского интеллекта. Он очень хорош. А Льюис – это парень, да, обладающий ударом, умеющий терпеть. Но мы видели, что в бою с Сашей Волковым… Я даже не знаю, это какое-то течение обстоятельств. Я не знаю, что это было. Но Саша не особо напрягались. Его разбивал весь бой. Это нельзя отрицать. Мома допустил ошибку в конце боя. Бывает. Это ММА Кормье. Мы по ходу всей его карьеры видим, что только с Джонсом у него были проблемы. А так он максимально дисциплинированный. Я не думаю, что у Льюиса есть какой-то шанс. Волт Густавсон Джонс. Наверное, сейчас весь мир ММА будет видеть в бою. Главное, чтобы он не расценировал фанатов. – А чем он интересен? – Интересно, как есть история. Возвращение Джонса интересно. Он идеальный атлет. При этом скандальный атлет. Периодически его возвращение – это раз. Густавсон закопил первый бой. Знаешь, по очкам, если не записано, он выиграл Джонс. А Густавсон – народный чемпион, который после этого боя получил признание. Он был первый, который расстреливал Джонса. Первый, который положил Джонса по лопате. Я даже думал, что никто не мог перейти на пол. Именно на спину. Густавсон это сделал. Причем, что профессиональный ударник. И такой очень близкий бой. Есть по афротектору. Есть все определенные шток. По этому, эти инстинкции нет. Продолжение следует...